Всем привет, с вами Глент и вы на моем канале. Подписчики, здравствуйте. Я приглашаю вас в свой город, который будет называться Глент Лэнд. Но пока что его еще не существует, он еще только в проекте, в прототипе. И прямо сейчас мы займемся тем, что будем его строить. Игрука называется City Skylines. Фух, ребята, многие из вас в комментах просили в нее поиграть. Я вообще не знаю, на что я подписался. Надеюсь, вы поддержите мне лайком. Если что, вход в мой город, чтобы вы там жили, стоит лайк и подписка. Если еще этого не сделали, все, прописки не получите, регистрации не будет. Не сможете там зарплату получать, кредиты, брать машины, покупать и так далее. Поэтому сразу не забывайте про лайк и подписку на канал. Я нажимаю играть. Ребята, давайте узнавать, что это. Это реально симулятор городостроительного такого, не знаю, проекта или как это правильно назвать. Я в такие игры вообще в целом... Ой, это я думал засверлили, это у меня в ушах. Я в такие игры вообще в целом не играю. Потому что я очень сложно забирать, как работает город или какое-нибудь войско там средних веков. Поэтому давайте пытаться что-то сделать. Так, ну что, новая игра. Ой, 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 это что такое? Погодите, это надо думать. Ребята, смотрите, у нас есть выбор, я так понимаю, карты. И здесь есть алмазное побережье. Что у нас есть? Природные ресурсы, запасы нефти, запасы руд, запасы сельскохозяйственных ресурсов, лесных ресурсов и большой объем водных ресурсов. И мы можем увидеть, как это будет выглядеть. Вот здесь может строиться наш город. Конечно, это прикольно, когда город на набережной, согласитесь, вы бы хотели жить вот так, типа с видом на реку. Ну, там будут квартиры дорогие, вот, ну, типа дешевые, где-то здесь будут строиться. Но нам нужно, чтобы у всех были какие-то равные условия, поэтому давайте посмотрим дальше. Что у нас есть? У нас есть большая река, здесь вообще нет нефти, нас это не интересует. Бухта с утесом, ну, тоже прикольно. И даже нефть есть. Так, две реки. О, мне кажется, вот здесь офигенно. Здесь много нефти, много руд. Не так, конечно, много сельскохозяйственных приколов, но зато много леса и воды. Мне кажется, вот это прикольно. Зеленые равнины. С мостом это что? Это значит, что будут пробки. Меня не интересует. Лагуна, ну, тоже очень дорого, конечно, это все. Или, подписчики, мы с вами построим реально такой престижный райончик, потому что и нефть есть, и руды есть, и все есть. Внешние связки. Подходящая площадь для сооружений 56%. Базовая тема тропическая. Знал бы я, что это значит. Короче, мне кажется, нужно вот это выбирать. Я сейчас по-быстрому пробегусь. В общем, подписчики, мы строим наш с вами город Глендленд на лагуне. Здесь есть и море, и пляжи, и даже нефть присутствует. Поэтому мы нажимаем начать игру. Я вообще не знаю, что здесь будет происходить. Трафик, совет номер 5. Перенесите здание, чтобы превратить дороги рядом с ними в большие, широкие или узкие. Ничего не понял. Ух, ребята, чувствую, что мы сейчас с вами такой город отстроим. Добро пожаловать в наш город. Пока что он выглядит вот так. Что тут делать? Начните с того, что проложите несколько дорог и назначите вдоль них зоны. Здание будет появляться в зонах автоматически и по мере роста вашего города. А, то есть здание мне не нужно строить, мне нужны только дороги. Фух, я просто боялся, что нужно будет здание как-то располагать. Это для меня вообще страх. Короче, я понял. Вот территория нашего города. Кстати, очень даже большая, я вам хочу сказать. И смотрите, у нас здесь есть дорога, где уже едут машины, пока у нас игра стоит на паузе. Но сюда будут заезжать люди. И нам нужно, наверное, от этой дороги плясать. То есть мы берем дорогу и погнали. Чтобы обеспечивать зоны зданиями и городскими службами, необходимо строить дороги. Более широкие дороги позволяют перемещать быстрее и увеличивается количество транспорта. Ну, это понятно. Знаете, на шоссе там больше машин всегда ездит. Дороги с украшениями производят меньше шума. С помощью клавиш пейджа, пейдждаун вы можете строить подземные дороги или тоннели. Ё-моё, это просто капец. Ладно, давайте построим какую-то дорогу и разберемся. А, стоп, это денег стоит? У нас бюджет города 70 тысяч евро. Погодите, у нас бюджет города маленький. Так, а сколько мне нужно построить? Вы посмотрите. Так, ну это целый город. Так, давайте думать. Короче, это будет въезд в центр. Нам нужна широкая дорога, чтобы въехать в центр. Ага. Дальше, короче, от центра мы сможем повернуть направо. И здесь будет богатый район. Ну, такой хороший прям. А, подождите, это одностороннее движение. Ну, может быть и правильно. Стоп, если машины могут ехать только в одну сторону, то нам нужно сделать такую штуку, чтобы они могли развернуться и сделать выезд с городом. Это обязательно. Ну, немного неровно. Ну, ничего страшного. Ну что, у нас уже получилась вот такая вот дорога. То есть, ну, согласен, она не самая лучшая. Но, с другой стороны, какая разница? У нас вот уже фонари пошли. У нас уже что-то есть. О, у нас даже улица. Название улицы есть. Стопэ. Улица Эмпейр. О, Эмпайр. Империя. Хорошо, мне нравится. Короче, люди сюда заехали. Если нужно, вернулись вот здесь вот в пробке. Постояли 500 лет и вернулись. Хорошо. Дальше мы что-то должны еще делать. О, смотрите. Зоны отделяют тип зданий, которые будут создаваться на участках вдоль дорог. В областях, выделенной серой, можно назначить зону, используя соответствующие инструменты. Хорошо. Что мы имеем? Жилая зона. Нет, жилая зона в начале города это очень плохо. Коммерческая зона. Ну, кстати, на въезде в город можно сделать коммерческую зону. Как с одной стороны, так и с другой. Ну, чтобы всякие торговые центры были и так далее. Что у нас есть еще? Промышленная зона. Не, ну, промышленная зона это грязный воздух. Это значит что? Что нам нужно где-то заводы строить. Ну, чтобы не влези. Короче, мы сделаем дорогу на завод. Мы делаем ее двухстороннюю обязательно. То есть с этого момента начинается двухсторонняя дорога. Вот сюда уходит. И здесь будут заводы. Нам сто процентов нужны заводы в городе. Поэтому их будет вот так вот очень много, чтобы зарабатывать деньги. Потом... Ой, не-не-не-не-не-не-не. Здесь заводы нельзя. Как отменить? Что мне сделать? Ребята, я куда-то завод не туда поставил. Что мне с этим сделать можно? Убираем. Все. Фух. Так, торговые центры есть, заводы есть. Теперь нужно поставить дома для людей, конечно же. Но, блин, нам нужна дорога. Но дорога дорогая. Ну, ладно. Короче, ребята, смотрите, я строю туннель. Зацените! У нас будет туннель, чтобы доезжать до своего дома. Мне кажется, это, конечно, полная фигня, это будет некомфортно. Ну, с другой стороны, ну, надо попытаться хотя бы. Как бы вам объяснить, что я сейчас сделал? Я сделал, ну, жилой квартал. И здесь будут жить люди, вот, смотрите. Да, будет немножко муравейник, ребята, но вы, мои любимые подписчики, вы здесь жить не будете. Здесь, ну, типа, знаете, работяги, но они рядом с заводом должны жить. И... А вы будете вот здесь, вот. Вот здесь вот около речки. Мы для вас построим элитный район, не переживайте. У нас еще есть 36 тысяч денег, и мы должны заняться энергетикой. Сделать так, чтобы наши заводы могли работать. Потому что у нас доступна электроэнергия, то есть электричества дома нет. У нас ноль. Короче, пора прокладывать столбы. Ну, сначала мы должны построить столбы около заводов, потому что заводы всегда должны работать. Вот реально. Если заводы не работают, это хана. Отлично. Дальше, что мы делаем дальше? У нас, конечно же, жилой квартал, где тоже нужна электричество. А это что такое? Угольная электростанция. Аааа, блин, нам же где-то электричество нужно вырабатывать, то, чтобы провода провели. Это, знаете, типа, ты просто взял провод от зарядки и вставил в телефон, но пока ты в розетку не вставил, зарядка-то не идет. Поэтому нам нужно заработать. Поэтому мы ставим здесь угольную электростанцию 100%. И теперь от этого мы уже начинаем плясать. Ребята, трачу все деньги на электричество, потому что, ну, другого варианта у меня нет. Какая-то хана начинается, ребята. Ну, как-то так, короче. О, стоп. Разблокирована панель экономика. О, пошли бабки. Что мы имеем? Ничего, у нас бюджет ноль. В смысле? А почему? Ребят, дайте денег. Мне не хватает денег на город. Вот так, но я так понимаю, что дома сейчас построятся, когда мы запустим мир. Потому что мир у нас сейчас на паузе. Ну что, мы запускаем мир. Все, погнали. Местная электростанция работает. Может, смогу посмотреть телевизор. Это жители города. Город строится, ребята, смотрите. Обожаю запах горящих ископаемых по утрам. Это потому, что у нас угольная станция рядом и людям воняет. Семьи заселяются, ребята. У нас семьи заселяются. О, ну это вот дом подписчика. Ой, воды нету. У нас нет воды дома. Опа. А кто же знал? Так, стоп. У меня еще есть 7 тысяч евро. Подождите, я хочу поставить на паузу. Так, водоснабжение вроде недорогое. Давайте мы поставим водоснабжение где-нибудь. Я не знаю, где нам его поставить. Короче, поставим водоснабжение где-нибудь пока что вот здесь. Недалеко, потому что нам нужно экономить на трубах. Теперь нам нужно каждый дом соединить. Вы что, рофлите? Допустим. Вода появилась. Хорошо, мы запускаемся. Ура, построена водонасосная станция. Так это прекрасно. Что вы жалуетесь? У вас есть вода. Ребята, люди недовольны. У нас все просят воды. А как построить воду? Ребята, я пока что поставил игру на паузу, потому что мне хана. Просто у меня заводы строятся. У них воды нету. Здесь просто торговые центры строятся. Они пишут, что у них электричества нету. Хотя я про вода вроде проводил. Я не знаю, что мне делать. У меня недовольное население. Общее счастье просто. Посмотрите на этот смайлик. Так, ну что, мы продолжаем. Я пока вообще... Я не знаю, что мне делать. Потому что я вроде провел воду. Вроде я воду провел. Вот, смотрите. Вот, вода вроде проведена. То есть она вот покрывает здесь все дома. Но они такие, воды нет. Что мне с этим делать? Ребят, подскажите. У меня вот здесь вот труба идет от воды. Подключается к дому. Но дом почему-то не подсоединен к воде. И все просят воды. Вот, водопровод с канализацией. Да. Условное обозначение, активное. Я походу понял. Ребята, у меня здесь электричества нету, да? Или есть, или нет. В смысле? Ребят, я в минус ушел. Казалось бы, чистая вода. Такая простая штука. Но нет, когда уже трубы починят. Что? У них грязная вода идет. Ребята, подождите. Им нужна питьевая, походу, вода. Стопы. А у меня денег нет. А у меня нет денег. Ребята, критически. Подождите, людям уже критически не хватает воды. У меня нет денег. Мне нужны чит-коды на деньги. Потому что я не построил водоснабжение питьевое. Сейчас, Сити Скайландс. Я понял. Ну, это же как в Симсе, знаете? В Симсе тоже там прописываешь, и все. Сейчас мы что-нибудь придумаем, ребят. Не переживайте, вода будет у вас в городе. Вот, диспетчер содержимого, модификации. Ограничные деньги. Подождите, я сейчас это включу, но я выключу. Мне просто нужно хотя бы воду поставить людям. У меня нет воды. Там у людей уже все красное, они хотят пить. Так, спокойно. Отводная труба не нужна пока. Вот, водонапорная башня. И что? А ну-ка, мы поставили сюда, сюда, сюда. Ну, и сюда, допустим. Здесь трубы проведем. Ну, просто вода это база, это основа. Мне нужны здесь трубы, чтобы как-то построить свой город мечты. Потому что пока что город мечты у меня не получается. И люди по-прежнему хотят пить. Может, мне нужно соединить трубы с водой? А-а-а. Вот оно что. Мне нужно было вот так вот сделать, походу. Все, да, желание воды, наверное, у людей сейчас пропадет. Соединим еще водонапорные вот эти башни со всеми трубами. Я не знаю, это поможет мне или нет. Ребята, ну город строить, это капец как сложно, казалось. Ребята, ну все, ну все. У меня полностью все трубы соединены. То есть в городе вода будет, реально. В твиттере, что пишут в твиттере? А, нет, в твиттере пишут, что казалось бы, чистая вода это так просто. Казалось бы, это чистая вода так просто. Вот сам возьми и построй. Ну что, я запустил. Ну что, вам не нужна вода или нужна? Ну пожалуйста, ну скажите, что она у вас появилась. Ну вот, труба вот здесь вот идет. Вот сюда вторкается, в реку, ну пожалуйста. Пропадает желание людей воды. Все, вода в дом пошла, ребята. Все, бабки пошли. Только у меня минус 1200. А, у меня деньги бесконечно. Так, надо это выключить. Я играю по-честному, я выключаюсь. Ребята, а вы когда-нибудь задавались вопросом, почему люди играют? Да потому что игры дают возможность задавать свои правила. Выбирать персонажа, его внешность, его навыки, его жизнь. Встроить дом, который нравится, менять в нем все под себя, апгрейдиться и много чего еще. Эх, жаль, что в жизни так нельзя. Хотя, почему это нельзя? С йотом можно. Йота это клевый и выгодный мобильный оператор. Самая главная фишка йота это конструктор. Смотрите, тут любой сможет создать себе тариф, который нужен именно ему. Ну, например, вы любите серфить в интернете. Тогда берите 50 минут и целых 50 гигов интернета. Это очень много. А если хотите больше общаться и меньше сидеть в интернете, это вообще не проблема. Берем минут побольше, ну, возьмем где-то 600 и 25 гигов интернета. Благодаря йота теперь у вас будет только то, что вам действительно нужно. Ну и, конечно же, самое приятное. Если вы так же, как и я, чаще всего используются приложения, такие как YouTube или ВК, вы можете подключить на них безлимит и пользоваться сколько угодно, целый месяц. Скорее переходи по ссылке в описании, оформляйте безлимит на YouTube и смотрите все мои видео. Ух, блин, мне понравилось приводить все в порядок. Я даже немного сейчас в комнате приберусь. Так, Шрек, ты тут, ты, ты тут не должен стоять. Я отключил мод на деньги, ребята. Продолжаем строить свой город мечты. Глент Ленд уже, ну, по-настоящему. Все, я запускаю, ставлю ускоренное время, но нам... Что? Предупреждение о возможном банкротстве. Город стоит на грани банкротства. Нужно сократить расходы на городские службы или поднять налоги, чтобы увеличить доходы. Также можно взять кредит, если есть возможность. Все, хана. Ребята, хана. Города мечты не будет. Ну, у нас есть, смотрите, мы можем взять финансовую помощь на 50 тысяч евро. Ну, хорошо, допустим. Что они еще? Мы канализацию нормально не сделали, нам нужна труба отводная. Да, е-мое, почему в городе все так сложно? Людям некуда какать? Нам нужно сливать всю эту жижу в реку, и надо соединить это все как-то теперь с трубой. Ну, все, по факту у меня трубы соединены, все какашки сюда будут слетать. О, да, 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 смотрите, вот, показано, как это работает. Но, в целом, циркуляция какая-то есть. Ставим еще один слив, и его соединяем уже, наверное, вот с этой частью города. Так получится или нет? Да, все, 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 слив пошел, канализация имеется, ребята, вот, и свет пошел. Что? Теперь вы можете сделать историческое любое здание в обозначенной зоне и сохранить его внешний вид. Не надо. Нам нужен свет, разве так сложно сделать электросеть? Ну, я же сделал, ребята, ну где, где, у кого нет света? Ну, у вас тут чуть-чуть, да, нету, ну и что? Ну, в целом-то, о, что-то строят. Ребята, в наш город заселяются люди, люди селятся. О, а здесь что? А, здесь у нас уголь работает. Во, да-да-да, фура едет на завод. Здесь у нас что? Здесь у нас нет электричества. Да, е-мое, торговый центр без электричества, это вот очень плохо. Нам нужно построить вот такую вот электросеть. Недостаточно денег. Ну, что вы говорите? Ctrl-Z, могу нажать? Как мне это снести? Да подождите, почему люди строятся? У меня город не готов, куда вы строитесь? Ой, и у всех опять появилась проблема со сливом. Е-мое, ну люди, не какайте! Значит, мы все сохраняемся и включаем мод на бесконечные деньги. Ну, я не могу, я не могу оставить торговый центр без электричества. Это невозможно, так нельзя, этого не можно, этого не можно просто. Что, поздравляем, деревушка! Численность населения 460 человек. У нас новые функции. Мы разблокировали новые функции. Налоги, кредиты, новые службы, отходы здравоохранения. Этим всем надо заниматься, да. У меня проблемы со сливом, катастрофические проблемы с канализацией. Что с этим делать, не знает никто. У нас канализация не работает, потому что у нее нет электричества. Сейчас, ребята, но это не так дорого стоит. Это нашему городу обойдется в небольшую копеечку, но в целом все окей. Да, вопрос электричества снялся. Все, электричество пошло. Все, канализация начала опять работать, давайте проверим. Все, плывут, плывут, все нормально, все хорошо. О, общее настроение поднялось, ребята, улыбаемся, ребята, улыбаемся, все нормально. Мне нравится, что у меня здесь есть туннель, вот это реально прикольно. Туннель Робертс, нет, это хороший туннель, мы назовем его туннель Глента. Вот, отлично. У нас, во-первых, нет пробок вообще, у нас есть торговый центр, он приносит нам деньги. Смотрите, денежки капают, но пока почему-то деньги уходят в минус, объясните мне почему. Но, в любом случае, туннель Глента, он показывает то, что мы заезжаем в прекрасный город. Очень спокойный, где есть вода, где есть канализация, где есть электричество. Рядом завод, есть где работать, завод, конечно, траву выкашивает. Ну, ничего страшного, ничего страшного, здесь как будто люди, ну, и не видят этого, они далеко, все нормально. Почему деньги в минус уходят? Это как понимаете? Это строфический человек, у них хватает воды. Да ладно, сейчас что-нибудь придумаем, погоди. Все, мы дали человеку воду, теперь он должен быть доволен. У нас еще есть разрушенный дом, мы можем это сделать историческим зданием. Теперь это историческое здание, ребята, приходите, смотрите, это прям музей. Здесь недвижимость сейчас подорожает, потому что рядом с музеем живут. Это не бомжарник, это музей. Город строится. Ребята, кто-то строит город. Достраиваем, достраиваем, водичка есть, все есть, ребята. Почему деньги в минус уходят? Деньги в минус уходят, потому что я много всего провел, это нужно все обслуживать? А у меня это дело все не обслуживается или почему? Тут воды людям не хватает, катастрофически. А, да, смотрите, труба не достает. Все, теперь вода есть. Я ухожу в жесткие минуса, ребят. Образование, нам еще школы нужно строить. У людей же дети есть, им в школу нужно ходить. А школа сколько стоит? 10 тысяч у меня в минусах. Ребята, у меня нет денег таких. Я построил ужасный город. Там семья опять завелась. Ребята, не заселяйтесь пока. Ну, либо платите деньги, чтобы заселиться, потому что... О, опа, прирост. Угу, уход опять. Баланс в отрицательный ушел. Ой-ой-ой-ой, минус растет, ребята. Что мне делать? Что нужно сделать, чтобы деньги появились? Да куда вы заселяетесь, ребята? Реально, у меня уже 629 человек живет. И я не знаю, что мне с ними делать, потому что, ну, у меня с город в минусе. Мне нужно его скоро сносить, надо будет. Давайте мы как-то ускорим максимально время. Может быть, пройдет какое-то время, и у меня появятся деньги. Нет, день пролетает очень быстро, и деньги уходят в минуса. А кто-нибудь может мне объяснить, почему такое? Цифровые часы возвращаются в этом сезоне. По словам дизайнеров, вчерашнее будущее. Иди ты их в баню, что ты про меня про часовые часы? Денег нет. А, подождите. Так, если нет денег, может, нам нужно строить еще один завод? Короче, я постараюсь сейчас все здесь заставить заводами, потому что заводы приносят деньги, а нам они нужны. Все, я не знаю, я поставил заводы, пускай они строятся, и я надеюсь, что это будет приносить нам какие-то деньги. Ну, потому что реально денег... О, 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 кстати, кстати, кстати. Поднимаем... О, реально, заводы начинают работать. Только у них воды нету. Да е-мое! Да что вы с этой водой пристали? У меня даже на трубы денег не хватает. Мы в минусе, мы просто в лютом минусе. Потихонечку, потихонечку мы начинаем уходить в плюс. А что у нас с мусорщиками? У нас уже горы мусора под домом. Да что вы говорите, ребят, разве? По-моему, все у вас нормально. По-моему, мусор вам не... Нужны мусорщики. А где мне их взять, если у меня нет денег? Ладно, включаю бесконечные деньги. Ну, невозможно. По-другому невозможно, ребят, я не знаю. Я не могу построить дом. Здравствуйте всем еще раз. Всем здравствуйте. У нас теперь бесконечные деньги. И мы можем нормально сейчас делать рабочие заводы. Сейчас мы проведем вот так вот трубы. Здесь вот так вот сделаем. Все. Значит, электричество у нас здесь есть. Значит, дальше нам нужно построить мусорщиков. Мы строим дорогу подальше от города. У нас будет такая свалка. Ну, не в городе. Это уже хорошо на самом деле. Здесь мы ставим оп-оп-оп-оп. Да, будет вонять немного, но ничего страшного. Теперь дальше. Нам нужны больницы. Сколько счастья сразу появилось, как только я больницы построил. Построю на всякий случай две больницы, потому что мало ли что. Больных горожан 15. У нас 15 больных горожан. Вы что, обалдели, ребят? Не болеем, не болеем. Погодите, погодите. Я вас не вылечу. Ну, раз уж у нас бесконечный денег, я построю на всякий случай еще одну больницу, потому что мне уже реально стремно. Ну, все. У нас вот такие вот больницы теперь появились. У нас появились мусорщики, которые... Уф. Ши-ш. Ну, на это мы внимания не обращаем. Мы это как-то потом накроем. Дальше у нас... О, школы, ребята. Ребята, школы нужны. Ставим по одной школе на район. Вот так вот делаем, чтобы у нас образование было доступное. Запускаем наш мир. Мусор теперь выносить удобно, как никогда. Спасибо, это я, это я мэр. Да, я хороший. Ой, смотрите, сколько мусорщиков сразу поехало. Медицина для всех. Горожане приходят за лечением от самых разных недугов. Это про меня, ребята. Я лучший мэр. У меня 4 больницы, у меня 4 школы и 800 жителей. Мэр поддерживает образование. Ага, ага. А, блин, когда бесконечные деньги, конечно, поудобнее. Согласен. Но у меня все равно город с минусом работает. А где мусоровозы? Почему никто не выводит мусор, ребята? А вы случаем не обнаглели? А то, что у нас 4 свалки и просто бесконечно мусоровозы катаются, это что, шутка для вас? Коммерческая зона. Короче, надо ставить коммерческую зону. Нужно, чтобы все это приносило нам деньги. Потому что денег пока что очень мало в городе. Все. К нам люди будут ездить на закупки. Я хороший мэр, я все придумал. Мы будем зарабатывать с торговых центров. Не благодарите. Электричество подключили. Сейчас проведем воду. А, вода уже проведена. Так все, нам ничего не нужно. Только сливная нужна, наверное, канализация. Еще одна или нет? Казалось бы, чистая вода. Такая простая штука. Опять? Да, у нас все. Нам не хватает канализации. Let's go. Мы это сделаем. Все, канализация есть. В целом, пока что вроде все хорошо. Люди заселяются. У нас город просто. Посмотрите, какая красота. Мы сейчас все это дело ускорим. И посмотрим, что у нас будет происходить. Только, наверное, дождаться надо дня. Критически не хватает воды. Где? Я сейчас все исправлю. У меня очень много денег. Я нереально богат. Я могу исправить всю вашу проблему. Только это. Живите у меня в городе. Смотрите, как красиво город начинает выглядеть. Ну, прям так ночью. Вообще красота. Экономика! Мы можем все это дело настраивать. Я понял. Вот почему у нас нет денег. Бюджеты пока все здесь оставляем нормально. Потому что я не знаю, как здесь бюджеты делать. Но здесь мы поднимаем налоги до 12% всем. Абсолютно всем. Все платят по 12%. Кредиты. Нет, кредиты пока брать не будем. Сейчас, когда у нас будет 900 человек жить в городе. Уууу! Что это? Что это? Что это вы требуете? Работяг? Недостаточно рабочих. А что я могу сделать? Почему они не хотят работать у вас тут рядом? Это ваши проблемы. Пора делать жилые зоны для работяг. Чтобы здесь жили работяги. Отлично. Ну, если что, я без негативчика к работягам. Вы не подумайте. Наоборот. Это самое важное, что у меня может быть. Уровень здания повыше. Какой? Где? Если обеспечить образование, хорошую работу, городские службы. Оооо. Нормально. Двигаемся. Так, ребята, все. Мы здесь обеспечили жилой район для рабочих. То есть, все, здесь будут жить работяги и просто работать. Заводы покупают землю. Сюда вот люди заезжают и гоняют на работу. Я правильно вас понял? О, нет, все. Ну, должно быть все нормально, нет? Без образования 5 из 12 рабочих. Ну и что, образования не надо? Не надо. Нормально работают. Научим. Вырубаем супер сильно ускоренное время. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Сюда. Новая функция. Мы можем строить районы. Мы можем запускать политику. Второй кредит. Специализация районов. Сфера услуг. А, ну, специализация районов я и так уже район для работяг сделал. Не переживайте. Теперь нам понадобится пожарная, полиция, уникальное сооружение. Еще лесное хозяйство и сельское хозяйство. Ребята, это все нужно в городе. Ну, сельское хозяйство, чтобы была еда в городе. Чтобы муку можно было делать прямо в городе. Это очень важно. Но, пока что мы ставим пожарных. Обязательно это делаем еще около завода. Потому что, если на заводе будет пожар, ребята, это будет хана. Также, больницу рядом с заводом. Я вообще забыл про завод. Нужно о нем подумать. И дальше полицию. Полицию мы делаем в жилом городе. Чтобы людям спокойно жилось. И у людей не было желания, так сказать, криминалить. Это самое важное. Мы поставили полицейский участок здесь. И поставим еще один где-нибудь за городом. Чтобы, ну, около торговых центров все это было. Потому что мало ли что произойдет. И, конечно же, пожарную часть около торгового центра. Сто процентов. Миллион процентов ставим. Ну, не обсуждается. Вроде бы все. Но дальше... Ой-ой-ой-ой-ой. Мы можем поставить статую свободы. У-ху. Сюда ставим статую свободы. Чтобы люди к нам приезжали ради этого. Пока что это все дело в стадии строительства. Дальше что у нас есть? Символ изобилия. Надо где-то в городе строить. Или вот здесь. Вот я могу здесь где-то построить? Вот здесь. Нормально. Будет хорошо. У нас еще есть городская политика. Экономия энергии, экономия воды. Установка датчиков дыма. Конечно, установка датчиков дыма. А мы должны потребовать от жителей, чтобы у них был датчик дыма в доме. Это 100%. В городе появились первые пожарные машины. Горожане уже чувствуют себя безопаснее. Ну, естественно. Опа, посмотрите, какую красоту мы здесь построили. Это все. Приезжайте, приезжайте, туристы. Посмотрите. Дальше у нас появились районы. Выделите часть города, которую хотите сделать отдельным районом. Новый район получит название автоматически. Но вы можете их переименовать. Мы делаем новый район. И так у нас бесконечные деньги, ребята. Я предлагаю новый район. Сделать, ну, Глент Ленд. Типа, богатый. Это конкретно будет наша база. Но, конечно же, перед этим мы должны как-то выделить райончик. А как это сделать? Я пока не понимаю. Ага, вот район. И это будет у нас район сельского хозяйства. Солнечная луга, поля. Все это будет, естественно. Так, дальше нам нужен район обычной промышленности. Ну, тоже около заводов будем делать, 100%. Подождите, сельскую промышленность я пока сделать не могу. Я сделал лесную промышленность и сельскохозяйственную. А как вот эту вот обычную сделать? Я не знаю. Что-то у меня пока не получается, если честно. Блин, ну и пофиг. Ну и пофиг. Нам пока не нужна обычная промышленность. Я даже не знаю, что это такое. Детектор дыма спас моего кота. Спасибо. Да не за что, ребята. Все ради вас. Я пока, конечно, сделал вот эти вот штуки районы. Но я пока не понимаю, что мне дальше с этим делать. То есть мне нужно просто это соединить дорогой? Или как? И это все построится? Или что? Или почему? Я как бы выделил районы, но пока нифига не получается. Шесть человек из города уехало. Три человека. Один человек из города уехал. А почему? Куда вы уезжаете? Объясните мне. Пожар! У нас пожар! Пожарники! И приезжайте, пожалуйста, потушите, пошутите. Все, потушили. Все, спасибо. Вы можете купить новый участок земли. Это хорошо. Вот здесь и поселятся мои подписчики, ребята. Сейчас строю город строго для вас. Мы просто тупо делаем город для вас. Заново, с нуля, со всеми приколами. Погнали. Вы не будете у меня жить около канализации. Вы будете жить с другой стороны, подписчики мои любимые. Сейчас я вам такой город забабахаю. Смотрите, вы будете все у меня жить около реки. Вот так вот. Здесь я сразу для вас выделяю жилую зону. Вот здесь вы все сможете жить, мои любимые. Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. Торговые центры. Ну, где вы будете покупать всякую одежду и так далее. Будет все это недалеко. Вот так вот идти. Оно вот здесь. У вас будет очень много торговых центров. Дальше, ребята, мы строим очень далеко, очень далеко от вас. Мы строим заводы. Потому что заводы это то, что, ну, все-таки вам нужно. Заводы далеко пахнут не будут, не переживайте. Электричество будет. Сразу я думаю только о вас, поэтому провожу вот так вот электричество. Понимаете, да, в жилые районы я ставлю электричество, чтобы у вас все это было. Мне нужно, чтобы оно у вас было бесперебойным. Поэтому я все делаю грамотно, четко. Дороговато вы обходитесь, ребят. Водичка, ребята, ну, конечно же, она у вас будет. Ребята, ну, как я могу вас оставить без воды? Водичка у вас будет, у вас все будет хорошо. Не переживайте. Ставим и проводим водичку. Погнали. Все ради вас, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые, мои ненаглядные. У вас все будет, не переживайте. Посмотрите, сколько леса вокруг. Вы будете жить в самом лучшем районе. Башня водоснабжения. Много их ставим. Теперь мы запускаем мир. Ждем, пока вы к нам заселитесь. Чтобы заселиться, нужно поставить лайк и подписаться на канал. Так, отлично, отлично. Так, заселяемся. А, электричество нет. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, секундочку. Все, ребята, добро пожаловать. Канализацию забыл. Сейчас, 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 не ругайтесь, не ругайтесь, не ругайтесь на меня. Сейчас все будет. Сейчас, сейчас, секундочку. Канализацию, да, 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 да. Извините, 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 родные мои. Ну, забыл про канализацию. Ну, бывает. Ну, вот так вот случилось. Ну, все, все, все. Канализация появилась, не ругайтесь. Сейчас я вам сразу построю пожарную часть. Обязательно, естественно. А, не, это были больницы. Дальше мы строим для вас пожарную часть. Все, сейчас построим, ребят, не переживайте. У вас их будет очень много. И, конечно же, полицию. Вы всегда будете в безопасности. Я все ради вас, ребята, погодите. А, ну и школу. Хотя нет, школы не будет. Все, я решил, у вас не будет школы, вы будете свободны. Ну, если у вас появятся дети, и вы захотите, чтобы они куда-то пошли, на всякий случай построю школу. Но вы можете не ходить, я вам разрешаю. Это только в игре, в жизни надо. Ребятушки, всем доброе утро, чудесный рассвет, согласен. Это уже подписчики заходят ко мне в город. Посмотрите, все строятся, все заселяются. Мои хорошие, пожалуйста, заходите, посмотрите, какой я вам делал город. Город мечты, город двухполосных траст, город без пробок. Вы вообще с кайфом. Но, кстати, я вам еще сделаю вот такую вот штуку, соединительную. Ну, отлично. Это для того, чтобы вы могли быстро добираться до торговых центров. Все ради вас. Все, держите, держите, ребята. Что мы еще можем для вас сделать? Ну, пока что вроде все. Пока что я сделал все, что мог, ребят, реально. Шестиполосная дорога с барьером. Подождите, а давайте-ка мы это сделаем. Отлично, мы сделали шестиполоску. Вот такую вот расширение. А давайте мы сделаем побольше, чтобы в ваш город могли приезжать люди, чтобы вам было покомфортней. Ой, там людям что-то не понравилось, извините. Ну, все, 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 все. всё-всё. Я перебой в электричестве сделал. А-а-а, стопэ, стопэ, сейчас исправим. Детектор дыма спас моего кота. Ребята, не благодарите, я спас вашего котика. Но, ребята, всё ради вас. Свалка, точно, вам что-то свалка, ребята, около заводов будет свалка, не переживайте. Маленький город, 1400 жителей. Ребята, спасибо, заселяйтесь. Мы разблокировали рельеф, парки и площадки, и это всё, конечно же, уходит к вам. Этот город, он существует сам по себе, меня не интересует, что здесь электричества нету. Ребята, всё ради вас. Значит, парки, парки. Мы разблокировали парки. Сейчас мы всё построим. Всё, я для вас, ребят, всё, что угодно, всё. У вас будет парк с чистым воздухом, у вас будет всё хорошо, посмотрите. Парк аттракционов, естественно, сюда. То есть к вам будут приезжать люди, просто ваш город, чтобы побыть в парке аттракционов. Всё для вас, ребят. Ботанический сад, ребят, если вы хотите, он будет. Вы хотите? Я сделал, ребят, не переживайте, ботанический сад есть. У нас всё это дело будет работать ещё от ветряков. Вот насколько я хороший чел. Всё, ребята, посмотрите, у вас широкие полосы, у вас хорошие дороги, у вас здесь торговая площадь, у вас уже супермаркет появился. Откопал во дворе какую-то бочку, а там светящаяся слизь. Куда звонить? Опа. Это вот здесь происходит, ребят. В нашем городе, посмотрите, вы среди зелени живёте, у вас всё прекрасно, у вас всё хорошо. Ну, по-моему, я реально построил город мечты, нет? Ну, посмотрите, много жителей, все довольны, никакой проблемы нет, вообще ни у кого ничего не вызывает. Все счастливы, и даже в том городе, ребят, они счастливы, что живут рядом с вами. Вот и всё. Потому что я хороший мэр. Да, город работает в минус, но мне не жалко, ребята, ничего страшного. Да вы знаете что, я вам всё, я убираю вам налоги. С этого момента всё. Стоп, мы библиотеку получили. На всякий случай построю вам библиотеку. Если понадобится, всё хорошо, не переживайте, у вас есть библиотека. И, конечно же, университет, чтобы вы получили в моём городе, точнее, в нашем городе высшее образование. Сейчас университет будет стоять вот тут. Всё. И всё на зелёной энергии, ребята. Вы будете только чистым воздухом дышать? Смотрите, изменение ландшафта. Вы хотите горы? Скажите мне, вы хотите, чтобы рядом с вами были горы? Я сделаю вам горы. Холмик, конечно, не гора, но тоже ничего. Нет, или я вам сделаю впадину. Посмотрите, это будет как Суэцкий канал. Это будет достопримечательность, ребят. Высокая растительность. Конечно же, мы ставим участки с высокой растительностью, ребят. Смотрите, я вам сажаю деревья здесь. Всё хорошо. Но в целом, всё. Могу ещё вам камни поставить вот здесь вот. Пускай будут. Ну а что, если захотите на камни посмотреть, у вас есть камни. Ребят, всё ради вас. Всё нормально. Здесь тоже всё хорошо. Всё, ребята, город построен. Ребят, пора заканчивать. Я здесь уже полтора часа сижу. Я могу здесь ещё столько же просидеть, потому что это очень интересная игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Глент. Всем пока. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи. Там очень уютно. Ссылочка в описании.